Друзья, всем привет! Сегодня у нас веселая компания, Доня и Сиси с нами. Сегодня хочу предложить вам увлекательную прогулку по участку, посмотреть, как наши растения себя чувствуют зимой. Вот такая красота! Снег выпал, снега неумоверно много, устала бороться. Это неравная борьба, как и летом с травой, но все равно. И начнем мы сегодня сначала птиц покормим. Ах, если я останусь жива, конечно, в этой компании. Так, здесь у нас воробьи, снегири. Обожаю их. Я сейчас это куда-то повешу. Здесь на сирене много семян. И они здесь... Ой, сейчас это плохо закончится для меня. Нет, все нормально. Такая красота! А-а-а! Это божественно! Так, друзья, чтобы было все побыстрее, я сегодня поеду на лыжах. Никто не видел бегемота на лыжах. Иначе это будет прогулка у нас долгая. А я очень хочу посмотреть, как мой бересклет он у меня. Ну, у меня, в принципе, все растения новые. Так, ну я здесь заморачиваться не буду, одевать палки. Вот, самые такие растения. Это три года у нас самые старшие. Все остальные только вообще в прошлом году куплены растения. Ой, все. Кстати, там у меня круглая туя. Я заметила, надо снег стряхнуть, иначе она у нас развалится, она не будет круглая. Вот такая вот у нас красота. Неумоверная. Не перестаю смотреть на это на все. Все хотят быстрее, быстрее. Дачники, огородники. Ой, что-то у меня снег к лыжам летит. Быстрее, быстрее хотят. Ой, снег толкнул сосед нам. Лето, наслаждаются. Но зимой это тоже очень-очень красиво. Очень красиво. Нам снег толкнул сосед. Какой у нас сосед замечательный. Вот. Ой, я сейчас тут грохну. Не, я как-нибудь пойду с другой стороны. И вот озеро. У нас такое здесь. Это не озеро, это пруд. А! Вообще. Ой. Как я. А! Так, мы остановились на пруду. Ой. Так, вот смотрите опять. У нас когда сильный мороз, очень-очень большое скопление здесь уток. Как только становится тепло, утки все куда-то деваются. Интересно, куда. Летом тут, конечно, остаются утки у нас, которые, как это выразится, и коты у них появляются. И вот они тут растят у нас исят маленьких. Вот. А вот как вот зимой почему так, когда котики пели, они улетают, как мороз, у нас она не замерзает, этот пруд. Они все время здесь. Очень много. Так, ну вот. Тут такая наша территория. Посмотрим. Ой. Что у нас тут в клумбах. И наши гетеры. Друзья, такие шикарные метенки вот эти. Это очень-очень-очень красиво. Вот что у меня не хочется жить на участке. Это санши. Один вот там вот сидит зелененький. А эти все я уже пересаживала их. Я не знаю, наверное, их просто вытерну, выброшу. Один только остался. И все. Здесь у нас скамеечка. Так. Что-то лыжи мои не едут. Оставлю-ка я эти лыжи пока здесь. Так, Палка, стойте никуда не уходить. Можжевельник. Этот здесь дерево повалило. Прямо на можжевельник сломался. Но он здесь себя очень хорошо чувствует. Здесь мои такие птицы все. Малышки ждут весны. Красавчики. Этик я оставила. С ними ничего не случится. Здесь очень-очень много возле места сидит. Много-много-много-много. Ой, красота, как моя вся. Зимой тоже очень сон-то красиво. В этом году я делаю больших других птиц. Потом покажу. Клещевина. Я так и не успела ее отсюда выдрать. Это плохо. Поэтому здесь я, конечно, туда не пойду. Потому что здесь такие маленькие плитуечки. Но столько снега, что даже их не видно. Я боюсь, что я на них наступлю. Мой динозаврик. Какой-то он горбатый стал от снега. Ой, и вот эти вот все остильбы здесь, веферы. Они, конечно, зимой все великолепные. Очень красиво. Все смотрится. Дуняша, пойдем. Да, вот эти маленькие, очень молодые растения. Да, снега у нас, конечно, в этом году в Иссоне очень много. Дуняш, не порти мою лыжню, пожалуйста. Да. Посмотрим, как шпион. Если мы туда, конечно, не доберемся, я думаю... Ой, я думаю нет. Нет. Так, бегемот, интересно, пролезет в эту щуку. Нет, бегемот не пролезет. Ну, там заведенело. Ой, я ужом. Так, я здесь. Ура. Ой. Я тоже, можно зайти? Можно. Можно. Выходите без стука. Так, друзья, что вот я вижу. Я думаю, что с ними все будет хорошо. И там, по-моему, даже так много маленьких. Вот, если вот эти черные все обрежутся, я думаю, что они будут жить. Ну, вот эта одна причерневшая. А здесь вот, не знаю, я так надеюсь, потому что у меня еще две или три осталось на клумбах сидеть. Я тоже хочу попробовать, как они будут в снегу. Говорят, что если шапки не обрезать, то они могут и так зимовать, что они ничего не будут. Ну, вот посмотрим. Я так хочу, чтобы они, конечно, у меня жили. И вот этот таинственный какой-то у меня один цветок. Вроде как он тоже так хорошо себя чувствует. Я даже не знаю, что это, и как за ним ухаживать, и что, чего, куда, откуда. Ну, вроде как он тоже, но он мне так нравится. Он летом тоже так хорошо среди зеленью смотрится. И даже здесь кусочек этого можжевельника у меня как-то валился, и я его газонокосилкой там состригла, сунула. И стоит такое ничего. Если бы он укормился, было бы очень хорошо. Так, друзья, теперь пойдемте посмотрим, как там зимуют наши другие растения. Огород, лубрика, чеснок, все укрыто. Ой, красота, красота неумоверная. Здесь среди деревьев у меня тоже так много всяких растений купленных. Гортензия, глющаяся, плетящаяся. Она у меня вторую зиму зимует. На прошлую зиму я ее завернула, укрыла. И так-то мне кажется, что даже хуже получилось, чем в этом году. Я ничего не стала делать. Там пошли новые внизу побеги. Я думаю, что вот посмотрим. Я ничего, в принципе, не думаю. Я надеюсь просто, что так будет лучше. Здесь на каждом поглое. Сейчас там и спалки, а тостык. Зимник здесь. Ой, тут тоже и гехеры сидят. Прямо в лесу у меня пытаюсь что-то, красоту какую-то создать. Все в юнке. И, в общем, мечтаю, что когда-то все это будет очень вербейник здесь. Ой, я вспоминаю, хожу, просто и вспоминаю, где то, чего у меня. Так, и вот здесь у меня такой друг. Сидит, стоит, охраняет. Он тоже такой огромный. Я его не смогла втащить. Ну, в принципе, ему ничего и не будет. Единственное, краска слезла. Ну, это подкрашу потом. И здесь у меня тоже... Ой, я так боюсь их разрывать. И под снегом-то теплее. Ну, я надеюсь, что сейчас тоже все растения, все укутаны. Все только в прошлом году. Все из семян выращивала. Каждую провиночку. Здесь такие, ну, так интересно. Ну, как же они тут, мои. Ой, не дай бог, что-то тут вообще ничего нету. Ой, как же они там. Там почему-то покровники такие красивые. И вот этот вот я тоже не накрыла. Вот это я совсем забыла про этот. Так много было работы. Трава помпейская, что ли. Из семян тоже выращивала. Говорят, что она тоже не смерзает, а промокает. Может, теперь что будет? Так, и там впереди. Дуняша, если я, скажем, здесь еще уделялась. Все под снегом, все под снегом. Ничего не видно. Ой, я туда даже боюсь лезть. Свои кумбы. И на двери скрыть. Вот такая вот эта красота. Немножко только пару веточек. Еще снег все равно пойдет. Он все равно не крыл. Дуняш, ты мне там все, Катьки, сделаешь. Все растения. Это красиво. Пока все будет распускаться. Эти уже растения все красивые. Так много здесь у меня как детский садик. Все, что маленькое такое растение. Молодое. Сажаю сюда, а потом уже пересаживаются. Здесь у нас клематис, поэтому бьется тоже. Все стоит почти надежно. Ой. И гортензия. Эти тоже мне метелки, которые я их специально набирала. Я знала, что это будет красиво. Эти тастильба тоже. Метелки, они тоже шикарные. Здесь эти флоксы поставила тоже. Которые по земле бьются. Посмотрим. В прошлом году только я их приобрела. Надо будет их везде разжать. Здесь тоже остильба. Здесь как будто тоже все. Ой. Травянистые всякие растения. Нет их. Снега много. Посмотрим. Посмотрим все. Здесь потом будут тюльпаны. Какие же, как я обожаю тюльпаны все. Да, видите. Обыкновенные кусты. Но они такие красивые. Такие шикарные. Тоже новые кусты. Все новое. Все шикарное. Прям пробираемся, пробираемся сквозь судробы. Здесь не обрезала. Вот эту мусеницу. Она так быстро здесь вымахала. Я ее буквально вот такой масенькой-масенькой посадила. И сын говорит, отсюда ей здесь не место. Корни пустят. Здесь у нас септик стоит. Надо будет весной ее срочно пересаживать. Хотя она так быстрая, так назовшая уже. Эту пильку он сказал. Не надо пока трогать. Волнуюсь тоже. Как приходит эта весна. Они там гореть начинают. Я уже вся в переживаниях. Все как, все отчего. Эта бедная коника. Третье ее место. Она везде горела. Везде вот это место. Но тьфу-тьфу-тьфу. Вроде бы он или нет. Вот такая красота. Так, это неумоверно. Ведь им можно дышать, дышать, дышать и дышать. Всем спасибо за просмотр. Кто соскучился по даче. Я думаю, было интересно прогуляться. Мира, здоровья, счастья, любви. Пока-пока.